После моей аварии все оборвалось, все рухнуло. А если я боюсь? Мама, по сравнению со мной ты сороконожка. В тот момент я думал, за что мне это. Он никаких для себя не ставит барьеров, а даже если их жизнь ставит, эти барьеры, он с легкостью их перепрыгивает и бежит дальше. Я был обязан, потому что я хочу жить, я люблю жить. Я был обязан их преодолеть. Я был обязан сделать так, чтобы в моей жизни все наладилось. Слушай, а давайте маму научим катать на такой штучке. А если я боюсь? Мама, по сравнению со мной ты сороконожка. Быстро надо вставать, да? Кости есть свободные? Лишних нет. Все, давай, двумя, двумя. Вперед. Погнали. Разгоняй. Тихо. Живо. Шу, иди, тут твоя помощь нужна. Давай вторую руку. Давай руку. Все. Страшно тебе. Привет. Мы танцуем. Мы танцуем, да? Родился в поселке Ладовск, в городе Сочи. Когда родителей не стало, танец стал для меня неотъемлемой частью моей жизни. Я заболел. В то время, когда мне было 14 лет, совсем молодой пацан, в принципе, как и все мои друзья, мы решили соорудить команду. Где тренироваться, нам негде было, где тренироваться. И мы решили просто-напросто купить кусок арголита и заниматься своим любимым делом на стройке. Когда прыгаешь на арголит, из-под него поднимается большой столб пыли. Это, на самом деле, не очень приятно, но мы любили свое дело, и мы продолжали заниматься этим дальше. Спустя какое-то время мы начали зарабатывать на этом деньги. выступая на площадках, кафе, ресторанах, ездили во всяческие санатории. Дальше пошли фестивали один за одним. Мы начали выезжать по городам. Через какое-то время мы стали чемпионами России. Спустя еще какое-то время мы победили на чемпионате мира. Я запланировал, я мечтал уехать в другой город, развиваться, жить полной жизнью, переступить какие-то следующие ступеньки, идти вверх и только вверх. Я запланировал себе устроиться на три работы. Отработать, отработать хорошо, заработать побольше денег, чтобы мне хватило на первое время, на переезд в Краснодар. Но пришел месяц май, и в моей жизни случился перелом. Я попал в Бабаре, все рухнуло. Я приходил в сознание не больше, чем на 40 секунд, 30 секунд, минута максимум, и все, и опять отключался. И так продолжалось четверо суток. И друзья ко мне подошли, я только очнулся, мне сказали, ну, дружище, давай решайся, чтобы ногу ампутировали, либо тебя с нами не будет. Это было по их рассказам. У меня был первый вопрос. Я смогу ездить на машине? Они мне сказали, ну мы сделаем все для того, чтобы ты ездил на машине. Я сказал, режьте, и отключился. Я столкнулся уже с какими-то перед собой задачами. Это реабилитация, это протезирование. В Екатеринбурге я проходил реампутацию. Когда не совсем может быть грамотно сделана ампутация, и начал прорастать экзостоз. Это острые кости внутри ноги. И то есть ее надо было обрезать еще раз заново. В тот момент я думал, за что мне это? Спустя какое-то время, ну вот, лежа в больнице, перед выпиской, я переосмыслил немножко жизнь, переосмыслил немножко свое состояние, и что со мной происходит. И я поставил для себя немножко по-другому вопрос. Не за что мне это, а для чего мне это. Когда ты это смотришь по телевизору, или когда ты, ну, где-то там на улице, ты на это стараешься не обращать внимания на людей с ограниченными возможностями. А тут, когда ты визуально увидел, что человек, ну, как бы не целый, да, вот как мы привыкли визуально воспринимать людей. А тут, честно говоря, первое время я, ну, меня это, это мне не шокировало, но мне это сильно бросалось в глаза. И для Жени это было очень сильно заметно, что я вот так как-то на него смотрю не так. А потом я привыкла, сейчас я уже этого не замечаю, ни я, ни все мое окружение. Он абсолютно полностью полноценный человек. Это ни в быту незаметно, ни в каких-то там прогулке, не прогулке. То есть ты ему говоришь, пошли гулять, он говорит, пошли. Пошли на лыжах кататься, пошли. Пошли там попрыгаем, пошли. У него нет никаких абсолютно стопов. Я понял, что, ну, это все для чего-то, потому что у меня начали появляться какие-то другие возможности, какие-то другие встречи, знакомства. Совсем другие люди начали появляться в моей жизни. Я понял, что нам нужно просто-напросто вот эту дорожку, которую тебе дали сейчас, использовать в свою сторону. Я хотел быть везде, как я и был раньше. Каждому из нас что-то предназначено. Для чего-то все-таки происходит. Когда ты двигаешься, ты живешь, ты пытаешься достигать чего-то нового. И радуешься каждый день каким-то маленьким победам. Для меня сходить в тот же магазин, ну, не совсем легко, потому что я не могу долго ходить. Вот, у меня километр прошел, уже тяженько. И когда я все-таки себя заставляю, я встал и пошел, сходил в магазин, купил все, что мне надо, пришел домой, да, устал, да, там вспотел. Но то ощущение, когда ты понимаешь, что ты что-то сделал. Вот. Для меня это движение. Он никаких для себя не ставит барьеров. А даже если их жизнь ставит эти барьеры, он с легкостью их перепрыгивает и бежит дальше. Я могу сказать, что я благодарен судьбе то, что я вот сейчас жив. У меня есть друзья, у меня есть любимая жена, у меня есть маленькая дочурка. У меня в принципе все хорошо, я работаю. На сегодняшний день в Москве у основного оператора транспорта «Бух Махдуртранс» насчитывается 6893 автобуса. Из них, что немаловажно, адаптированы для маломобильных граждан 6538. Я считаю, это очень крутой показатель. Помните, вы давали нам нотарию на коляске по рейду. Скажите, пожалуйста, на следующей неделе есть ли возможность нам вообще повторить такое же? Мы привыкли к тому, что мы не видим на улице людей на инвалидных колясках. Но это не значит, что их нет. Это значит, что им очень сложно передвигаться по городу, ездить на работу, ездить в школу. Но очень важно, что сейчас городская инфраструктура активно развивается. Здравствуйте. Современные автобусы начинают с правильной адаптации транспорта для маломобильных граждан. Он очень любит жизнь, он очень любит жить. И это, наверное, единственный в моей жизни человек, который настолько безоглядно оптимист. Вот многие говорят, что вот ты молодец, ты развиваешься, ты идешь вперед, а я вот здоровый, у меня есть руки, ноги, голова, я там, высшее образование и все дела. Я ничего не делаю, я сижу на месте, вот и все, я ничего не делаю. Ну, конечно же, сидишь на месте, потому что, ну, потому что ты не ищешь себе сложности. А мне вот они попали, эти сложности, и я был обязан, потому что я хочу жить, я люблю жить. Я был обязан их преодолеть, я был обязан сделать так, чтобы в моей жизни все наладилось. Бывает у него, конечно, последствий очень много. Там и фантомные боли у него бывают, и еще что-то. И вот он лежит, например, его мучают фантомные боли, а это как судорога такая. Я говорю, ну, куда ты побежал? Ну, вот куда ты побежал? Мы постоянно над этим шутим, и как-то вот юмор его приободряет и ставит его обратно на место. Я хотел передвигаться. Всю жизнь была жизнь в движении, и я очень хотел ее сохранить. Я хотел также ходить на природу с друзьями, гулять, ходить в какие-то там, может быть, парки с семьей гулять. Нам вот, например, очень весело вместе, и я считаю, что мы абсолютно счастливы. Для меня что такое счастливая семья? Когда прозвучал бой курантов, Женя вышел с подарком для дочери, подарил ей большую такую корону и говорит, ты будешь моей принцессой? Она запрыгала вокруг, говорит, конечно, конечно, я буду. И он встал на одно колено, протянул мне кольцо, говорит, а ты будешь моей королевой. Ну, конечно, все расплакались. Это был первый Новый год, когда плакала вся моя семья. Конечно, я согласилась. Сегодня я вам рассказал про свою жизнь. Но таких, как я, немало. И в своих следующих передачах я вам расскажу о тех людях, которые не проживают, а полноценно живут свою жизнь. Которые по праву могут называться сверхлюдьми. Увидимся на телеканале «Точка отрыва». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова